В этом году в фестивале впервые участвуют все города Московской области. Из 1200 заявок было отобрано 300 танцевальных коллективов из 55 городов Подмосковья. Старт празднику танца дала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Город наш вообще безумно влюблен в танец, в любое, в народный, в эстрадный, в спортивный. И родители ведут детей во все возможные студии. Студии наши востребованы. Проект реализуется при поддержке правительства Московской области, Министерства культуры и туризма и команды губернатора Московской области. Главным организатором фестиваля выступает Московская областная дирекция по развитию парков. В этом году людей намного больше. И на самом деле хочу отметить, что в Ленинском в этом году больше заявок танцевальных. Плюс еще хотим поблагодарить Ленинский, что они принимают еще коллективы из соседних регионов. Десять лучших команд подготовили номера в разных стилях, в числе которых хип-хоп, контемпорари, эстрадный танец, авторская хореография. Удивляли также костюмами, пластикой и артистизмом. Номер у нас особое задание про элитных девочек-бандиток, у которых есть особое общее дело. Я очень довольна своими девочками. Мы даже не ожидали. У нас все достаточно хорошие комментарии от жюри. Мастерство оценивали заслуженный артист России, художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин и профессиональный танцовщик-хореограф Александр Могилев. Как отмечают профессионалы, в Ленинском округе за год танцы вышли на новый уровень. Коллективы стали лучше танцевать. Нам кажется, что поступательное движение и есть, что город начинает танцевать лучше и лучше. И, собственно говоря, тогда то, зачем мы этот фестиваль создавали, работает. Яркие номера никого не оставили равнодушным. Зрители прониклись уникальной атмосферой мероприятия. Концерт очень нравится, классно. Дети замечательные. Все очень супер. Погода солнечная, настроение такое же. Очень приятно находиться в парке. Как бы такая атмосфера теплая. Здесь можно погулять и заодно послушать, посмотреть выступления исполнителей. Городские площадки очень сильно развивают детей. Это именно улица. Здесь они сами за себя. И здесь им в любом случае тяжело. Условия другие. Улица, солнце, жара. Это новые условия. И в любом случае это дает им возможность развиваться. Победителем отборочного этапа стал коллектив «ПДФ». Ребята примут участие в галоконцерте, который пройдет в сентябре в одном из городов Подмосковья. Они запомнились чувственным номером и высокой техникой исполнения танца. Мы рады, что нам удалось выступить на таком концерте и мероприятии. Очень классно. Вообще сюда попасть. Номер о чувствах к какому-то близкому человеку. Таких трепетных, грустных немножко. Они выделялись, во-первых, своим стилем и отношением к музыке и вообще к тому, что сейчас происходит в танцевальной культуре. Помимо номеров участников фестиваля, гости также смогли насладиться концертной программой танцовщиков из команды Егора Дружинина. Завершилось мероприятием мастер-классом от победителя четвертого сезона проекта «Танцы на ТНТ» Виталия Уливанова. Арина Лукьянцева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.